С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 24 июня. День Республики Чувашия. День, как официальный праздник, впервые был учрежден в 1995 году во знаменование 75-летия со дня образования Чувашской автономной области. У родившихся в этот день в 1793 году в Москве родился Павел Пестель, самый радикальный из будущих декабристов, не успевший, однако, побывать на Сенатской площади 14 декабря 1825 года, потому как заранее был арестован. Пестель создает Южное общество, а написанное им в 1824 году «Русская правда» содержит требование казнить царскую семью. Было там что-то от республиканства и освобождения крестьян с наделением землей, но призыв совершить реальное цареубийство напугало даже многих его соратников. Пестеля арестовали по доносу офицера, который был принят в тайное общество, однако отказавшегося от радикализма его программы. В итоге Пестель был повешен вместе с декабристами. Ему было всего 33 года. 1881 год – день рождения одного из главных персонажей Гражданской войны – Григория Котовского. В 1918 он сформировал партизанский кавалерийский отряд, потом стал командиром бригады, сражался в районе Одессы-Террасполь, потом громил банды Махно и Петлюры на территории Украины, три ордена Красного Знамени, почетное революционное оружие и смерть, по слухам, от мужа своей любовницы. Но это всего лишь версия. После убийства был выстроен мавзолей по типу мавзолея Пирогова и Ленина. Через 16 лет после убийства Комкора мавзолей был уничтожен румынскими оккупационными войсками. В 1965 году восстановлен в уменьшенном виде, а в 2016 останки Котовского захоронены на городском кладбище Подольска. Но в народе до сих пор живет поговорка «огородами огородами и к Котовскому». Кстати, впервые это словосочетание произнес никто иной, как Аркадий Райкин. 1912 год. День рождения Сергея Николаевича Филиппова, народного артиста РСФСР. Он часто играл хитрых, изворотливых пьяниц и неудачников. А слава пришла после роли Кисы Воробьянинова в фильме «Двенадцать стульев». Кстати, перед самыми съемками ему удалили доброкачественный опухоль мозга и часть черепной кости. По воспоминаниям Евгения Маргунова умер он один в своей квартире и лежал там целых две недели. Ленфильм не дал на похороны ни копейки. И только Александр Демьяненко, да-да, знаменитый Шурик, собрал по копеечке деньги у актеров, которые знали Филиппова, и на эти деньги артиста похоронили. На могиле написано «И не будет в день погребения ни свечей, ни церковного пения». 1987 год, 24 июня, день рождения Лионеля Месси, аргентинского футболиста. В общем, можно поставить точку, но все же лучший бомбардир в истории Барселоны и сборной Аргентины признается специалистами одним из лучших футболистов современностей и одним из лучших игроков всех времен. Его командное прозвище «Атомная блоха» за невероятную скорость в игре. На сегодняшний день Месси является вторым самым богатым футболистом в мире. Ну, я думаю, что первого вы тоже знаете. Состояние же Месси оценивается в 180 миллионов долларов, а у Роналду – 230 миллионов. Ну, возможно, что иногда они выравниваются, а иногда, может, даже меняются местами. Еще о событиях этого дня. В 1812 году армия Наполеона, перейдя реку Немянус, теперь Неман, близ Каунаса, вторгается в Россию. Начинается Отечественная война 1812 года. На другой день Наполеон пишет жене «Перешел Неман. Ничего серьезного, все хорошо, только стоит ужасная жара». Армия насчитывает 640 тысяч человек. Причем в основном это были не французы, а немцы, итальянцы и поляки. Дву на десять языков, как называли эту армию в России. Мы же выставляем гораздо меньше – 220 тысяч солдат. Опытные полководцы Багратион и Барклай-де-Толе отступают, не ввязываясь в бой, до самого Смоленска, где и дается первое крупное сражение. В 1901 году в этот день в Париже открывается первая выставка Пабло Пикассо. Уже за неделю до этого художник стал объектом внимания. Правда, не критиков и не поклонников, а тайной полиции. Дело в том, что он, как доносили агенты, волосы отрастил длинные, предпочитает носить черный пиджак и шляпу. И, самое главное, к нему ходят неизвестные личности. Ну и самое ужасное – консьержка донесла, что он уходит и приходит в разное время, иногда даже в час ночи, а бывает, что и вовсе не ночует дома. Дело в том, что подозрительному художнику тогда было всего 19 лет. 24 июня 1941 года. Написанное всего за одну ночь поэтом Василием Лебедевым кумачом стихотворения «Священная война» опубликовано одновременно в двух газетах – «Красной звезде» и «Известиях». Руководитель краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии Александр Александров, придя на репетицию, объявляет «Будем разучивать новую песню – «Священная война». Он пишет на доске слова и ноты, печатать не было времени, а певцы и музыканты переписывают их в свои тетрадки. «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой, с фашистской силой темную, с проклятую ордой». Песня становится настоящим гимном Великой Отечественной войны. Но еще об одном событии более подробно. 24 июня 1941 год. Парад Победы, который принимает маршал Жуков. А встречает этот парад на Мавзолее Иосиф Сталин. Командует же парадом маршал Рокоссовский. Они проехали по Красной площади на белом и вороном конях. Сталин наблюдает за парадом с трибуны Мавзолея Ленина. От имени и по поручению советского правительства и ВКПБ Георгий Константинович Жуков поздравил доблестных советских воинов с великой победой над германским империализмом. Вопреки распространенному мнению, знамени Победы во время Парада Победы на Красной площади не было. Первым по площади прошел сводный полк барабанщиков-суворовцев. За ним шли сводные полки фронтов. Впереди шли командующие фронтами и армиями. Герои Советского Союза несли знамена частей и соединений. Для каждого сводного полка оркестр исполнял особый марш. Ну а завершила марш колонна солдат с двумя сотнями опущенными знаменами разгромленных немецко-фашистских войск, которые бросали к подножию Мавзолея. В год 75-летия Великой Победы парад вновь на Красной площади. Традиционный военный смотр пришлось перенести с даты Дня Победы 9 мая из-за пандемии коронавируса. Но все состоялось. С праздником! С праздником Победы! С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова